Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас 31 января, вот уже почти 12 часов, минус 2 градуса, можно сказать, как лето уже. Вспомнил вчера я детского моего друга, я курить начал очень рано, это, конечно, очень плохо, но так было. Кстати, вот смотрите, корм разбросанный. С утра я покормил, поехал по делам, приехал, был опять непочистым, покормил, уехал, не ахти едят. Это говорит о том, что качество корма плохое, даже и обработанное. Обработки будет еще хуже. Да, значит, ну очень рано я начал курить, еще в школу не ходил, курил, и детский мой друг однажды приходит, говорит, слышь, ну до этого он мне говорил, бросай, бросай, курение сокращает человеческую жизнь. Потом пришел, знаешь, ты можешь без проблем курить. Я, говорит, науки и жизнь, говорит, в журнале почитал, если, говорит, человек курит, говорит, одну сигарету, то у него, говорит, там жизнь сокращается там сколько-то секунд. Но если он, говорит, там пять минут смеется, жизнь, говорит, продлевается на несколько секунд. Так что, говорит, ты намного тоже смеешься, говорит, чем этот, чем куришь сигареты. Ну вот, вчера ребята предоставили такую возможность мне. Сейчас попробую почитать там, ну и потом несколько этим роликов, это комментариям отвечу. Вот Геннадий Толмачев. А, ну, начнем со вчерашнего, это сегодня он написал. Ну все, вот сейчас найдем мы его. Сейчас мы его найдем. Да. И почитаем, что человек пишет. Где-то Гена наша. Да. Вот он, Гена. Вот он, видите. Значит, читаем. Здравствуйте. Можно на своем примере показать, как вы улучшили рабочие и эстетические качества голубей без имбридингов? В начале вашей карьеры, да, ну это я вчера почитал, короче, ну дальше пошла полемика. Ну я написал спасибо за то, что предоставил такое веселого настроения мне. В общем, да. И он мне отвечает. И вам спасибо, что услышали. Надеюсь, что прислушаетесь. Охренели. Я задаю вопрос. К чему нужно прислушиваться? Вот человек отвечает. Что голуби у вас стали хуже. И как дальше без имбридинга? Да. У вас все-таки начинается, поверьте, самый... Начинается... Все только начинается, поверьте, самое интересное впереди. Время покажет. То есть у меня через 50 лет все самое новое начинается. Самое веселое. В общем, да. Ну я ему задаю вопрос. А что других способов, кроме имбридинга, не существует? Я бы вопрос задаю. Ты сам как твоих детей получил? Тоже с помощью имбридинга? Или считаешь, если голуби, то можно издеваться над ними? В общем, он мне отвечает. Есть другие варианты, но они влияют на игру, на масть. Имбридинг бывает близкий и дальний. Я веду по двоюродным, троюродным. И так, с Божьей помощью, жду внука или правнука, бабушка или правнучку. Деда занимаюсь. С 2004 года проблем у него нет. Причем тут дети. До него даже не дошел, какой я вопрос задал. А у меня все впереди. Представляете? У меня складывается мнение, что вы не закусываете, общаетесь нормально. Понимаете? Вот понимаете, дорогие мои, оказывается, у меня с головой не все в порядке, а у него... Я ему задаю вопрос. Ты зимой в любую погоду гоняешь голуби? Если да, то сможешь завтра хотя бы 5 минут для меня снимать ролик. Зимой не всегда. По погоде. Гагик, держи игровую, косматую, поэтому не гоняю. То есть, если бы он держал бы не игровую, косматую, то 100% бы гонял. А поднимаю то, что мне нужно проверить. Сейчас молодежь выйдет, начну гонять. Взрослых кидаю по настроению. Взять негде ценю. Если честно, не считая нужным кучу гонять, я за качество. Сниму, пришло обязательно. Голуби растут. Понимаете? Дорогие мои, ну, тысячи раз в моих роликах я объяснял про ибридинг. Что при ибридинге вы получаете одно качество. То есть, вы можете получать красивых мастерых голубей. Вы можете получать долголетов. То есть, он дольше время покажет. Вы можете сильный бой получать. Но при этом вы теряете, вы теряете качество, настоящее качество. То есть, мозги и здоровье. То есть, у вас птица тупая и больная. И в этом виноваты не птицы, а виноваты вот такие крендели. Понимаете? Вот эти виноваты. Они считают, что умнее. Я ему задаю вопрос. Но если ибридинг помогает. Голуби становятся лучше. Ну, почему твои дети-то не ибридинговые? Ты что, не хочешь, что твои дети были лучше? Неужели дети для тебя хуже, чем голуби? Неужели ты не хочешь, что твои дети были намного лучше, чем твои голуби? По качествам человеческим. Но до человека не доходит. И ему кажется, что он разговаривает с пьяницей, которые его не понимают. Ну, тема ибридинга до него так и не дошла. Он даже не понял, почему я ему задал вопрос. Ты зимой гоняешь? Почему задал? Это не надо, потому что ни один ибридиковый голубь зимой не выживет. Понимаешь? Это все. Это ноль. Это зеро. Да. Теперь, значит, читаем сегодняшний комментарий. Утро доброе. Упрощаю свой вопрос. Как ваши минералки настолько влияют на породные рабочие качества голубя? Соберись. Выживаемость к породе как относится? Дорогие мои, ну что вот этому человеку надо объяснять? Понимаете? Как минералка влияет на качество голубей? Дорогие мои, ну тут, понимаете, ну тут просто уже слов нет. Можно только за живот взяться и смеяться на тупости человека. Да, там, как это? Вот это то же самое, что сказать, да, вот. Ну как влияет бензин на машину? Вот ты мне объясни, вот для чего бензин для машины? Или там 95-й бензин для машины, да, понимаете? Человек настолько далекий. И понимаете, к великому сожалению, эти далекие люди так засрали вам мозги, что вы не можете сухое от мокрого отличить, чистое от грязного отличить, благодаря вот этим, понимаете? Благодаря вот этим. Ну, короче, ну как вы поняли, минералку не надо давать голубям, нахрена там их кальций, магний, железо, топ-5-й тене. Это же ведь не влияет на мазь голубей, понимаете? Наверное, этот человек думал. Если он начнет кормить своих голубей минералками, то те, которые были, допустим, черноперые щейки, они начнут выводить чернохвостых щейок, понимаете? Скорее всего, у человека вот на этой стороне голова работала. И вот он попробовал, от перых щейки не получилось, чернохвостые щейки. И вот решил, что не помогает. Да. И откуда так не берутся? Да, сейчас другого почитаю. Вот столько я вчера смеялся. Это страсть. Сейчас найду. Так, так, так. Да, вот Евгений Леонтьев пишет. Женя пишет. Ну, все. Такие советы, особенно голубки, жопу мазать кислым, чтобы она разнеслась. Не снеслась, а разнеслась. И кислым надо мазать. Я ему отвечаю. Ты что-то пишешь. Может, из собственного опыта про кислую. Вспомнил. Отвечает. Был же такой ролик. Еще с абрикосовым маслом советовал. Я ему отвечаю. Женя, ты все твои секреты начал скрывать. Случайно не выпил или на пробку от минералки наступил. Помните, когда голубка не может нестись, берет за обычное подсолнечное масло, причем здесь абрикосовое масло, причем здесь кислота. Я представляю, бедолагу, когда мазали кислотой. В общем, оставим без комментариев. Ну, многие из вас пробовали, когда голубки не могут нестись, но слегка там ватной палочкой с подсолнечным маслом намазали, и она спокойно несется. Либо руками помогаешь вытаскиваться. Ну, вот у людей как бы вот так. Ну, на всякий случай у меня голуби на улице, не только открыты. Просто тут настроение хорошее. Теперь почитаем более-менее такие. Он мне еще вопрос опрашивал. Вот Чабар задает вопрос. Доброе здоровье, Гаги. Хотел бы узнать, мы сохраняем домашних голубей, не порываться в своей крови, а дикие голуби, как сохраняются от своих крови, или у них разницы нет? Сейчас, как я тюкну. Да, так вот, дорогие мои, значит, по поводу ибридинга. В природе нет таких Геннадий, Геннадий, Вася, Петя, которые суют свой поганный нос в природу. Понимаете? В природе идет все естественно. Скажем так, царь зверей, лев, два самца, три самца, убивает старых самцов, убивает всех их детей, самцов, не самок, а самцов, завоевывает прайд. Потом, в течение, там, пяти-семи лет, все львицы рожают именно от этих львов. Как только они становятся слабыми, слабыми, приходят новые молодые львы, либо отгоняют, либо убивают старых львов, и опять все это продолжается. То есть в природе всегда самки идут к сильным. Понимаете? Хотя пока, вот в этом прайде, есть, да, там, два взрослых самца. Другие самцы не имеют права пороваться, пороваться львицами. Как только они становятся половозрелыми, взрослые самки их из прайда выгоняют. Понимаете? То есть в природе им ридинг не получается. Понимаете? Таких, как Геннадий, в природе не существует, дорогие мои. Это они могут насильно своих голубей заставлять поровать брат с сестрой, мать с сыном, отец с дочкой, дед с внуком, двоюродного брата на двоюродной сестру. Понимаете? Во птице точно так же. В момент спарывания, когда, да, там, птица создает свою пару, сидят самки, сидит самка, подлетает самец и начинает красоваться своим пеньем, крыльями, пеньем, танцами, завораживает самку, чтобы самка, то есть завоевывает душу, сердце самки и после этого воруются. Понимаете? И после того, как птицы становятся взрослыми, у любых птиц, они выгоняют своих птицов из гнезда, выгоняют на самостоятельность. Поэтому вопрос гибридников в природе исчерпан. Поэтому у них и стих самосохранения есть. А вот у наших буреголубятников она не существует. Понимаете? Не существует. Теперь почитаем другие комментарии. Вот Эрик написал. Доброе утро, Ахперик. Ахперик – это братишка. Он старше меня. Ему седьмой десяток. А то я одному говорю. Ахперик, ты меня так не назови. Я с очень уважаемыми людьми застал старшин. И туда встречаюсь. В общем, да, доброе утро, Ахперик. Все правильно говорю. Сегодня случайно увидел так называемого уважаемого голубевода. Хотя, знаю его 40 лет, как барыгу. Из кубка голубей по Кавказу он всю жизнь не вывел ни одного песку. Но рассказывает о своей породе и каких-то кровях. Будь таким, какой ты есть. Мы тебя уважаем и смотрим с удовольствием. Дай Бог тебя здоровья продолжает. А это, продолжай, обнял. Взаимно, дорогой мой. Владимир пишет. Значит, все правильно делаешь. Не только содержание птицы, но и воспитание молодого поколения. Конечно, это же наше будущее. Как их мы воспитаем, потом такое мы и получим. Так, Максим пишет. Все верно сказано. Затем обращать внимание на людей с спиной у рта. Каждый в конце пути будет отвечать за свои слова и поступки. Одного мудреца спросили. Как вам удается все время оставаться таким спокойным, умиротворенным и счастливым? Все просто, ответил мудрец. Я никогда ни с кем не спорю. Но это же невозможно. Ну, невозможно, так невозможно. Миру, мир, голубям, небо. Сейчас, на вечер, на этих потом брал. Да, значит, Владимир пишет. Доброе время суток. Агих, подскажи, пожалуйста, что надо сделать, чтобы голуби не ложили яйца так часто? Первым птенцам один месяц, а голубку положил опять яйца. Спасибо большое. Ну, если честно, Владимир, что надо делать, надо радоваться. От души прямо радоваться, потому что ты добился результатов. Понимаете? И огорчаться тому, что ты добился результатов, мы не знаем, неправильно. Ну, если хочешь, чтобы это, как бы, не полотенец, ни то, ни другое, ну, можно переходить к современным традиционным методам. Покормить антибиотиками, прививать, не гонять голубей, не это, да, там, не обрабатывать корм. То есть, ну, как вот обычный наш, вот Геннадий Минадий, объясняет, как надо делать. Вот в этом случае ты будешь мучиться-мучиться, и ничего не получится. Понимаете? Ну, презерватив для голубей еще не придумали, не так. То есть, ну, одним словом, если хочешь, чтобы твоя птица не неслась, не так часто неслась, то ты должен добиваться к тому, чтобы они ослабли и заболели. Ну, тебе это надо. Еще раз, тебе надо радоваться, дорогой мой, что ты добился таких результатов. Ну, то, что ты говоришь, через месяц несла, ну, это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. Вот смотри. Тенцам недели, и опять яйца. Вот это другой результат. Вот, тенцы еще даже не оперевшие, и в неделю уже яйца снесла. Ну, правда, эти яйца я подложу под других, потому что так часто тоже. Слишком хорошо тоже плохо, понимаете? Но в твоем случае это не слишком хорошо. Месяц это нормально. Да, обычно месячный пескунчик, он должен вылетать с гнезда. Все. Он у тебя уже летать должен. То есть, гнездо свободное. То есть, три, три с половиной недели, ну, скажем так, где через 20 голубки должны, это, да, когда птенцам уже не 20, 20, 25, они должны нести заново яйца. Это вот нормальное состояние в голубей. Ну, как бы вот так. В общем, там сейчас еще почитаю. Решат четко сетки. Дядь Гагик, салам, как вы умеете толковать, приводить примеры и все, все это рассказывает. Только вы такой. Спасибо вам за толковый, это, вы толковый человек. Благодарю, дорогой. Но, однако, видишь, Геннадий говорит, я не толковый, я не понимаю, что он говорит. Он мне вопрос упражняет. Почему, почему я даю минералку на стойке, как они влияют на мазь голубей. Хорошо. Да. Виталий и Женя, огромное спасибо за предоставленную возможность посмеяться над вами. Прямо от души посмеялся. Да там, мир не без добрых людей. Понимаете, обычно, когда начинаю внимание обращать, да там, пытаюсь объяснять, многие думают, что я нервничаю. На самом деле, это не так. Это не так. Вот сейчас просто показываю, да, как на самом деле отношусь. Я к этой категории, да, там, те, которые ты вопрашиваешь, ты то-то, это, да, там. Ладно, поставим, пусть ролик сканируется и немножко миру мир пока. Ну, дорогие мои, где курочки? Вон они, курочки. Ну, как всегда, видите, погода туманная, пасмурная, гонять нельзя, тем более и бридингивых, хороших. Ну, где же вы потом таких найдете, дорогие мои? Ну, где же вы таких найдете? Их же нету. Их же нету. Это же хорошая птица. Зимой гонять не надо. Весной они на яйцах на птенцах сидят. Летом жарко нельзя гонять. Осенью, конечно, нельзя гонять. Они же пропадут. То ленька, то топит. Поэтому надо держать и рассказывать, какая она хорошая, привитая. Все прививки сделаны. Все антибиотики проколоты, прокормлены. Понимаете? Все четко сделано. Понимаете? Ну, как, ну, вот представьте, столько затрат потрачено, да, на эти? Ну, зачем поднять? Поднимите, она пропадет. Хищник заберет. Ну, где же вы потом такое золото найдете, дорогие мои? Ну, где же? И где же? Таких же ведь больше нету. А вот дерьмо такое, бесплодное, беспородное, которое с годами еще и качество портит. Понимаете? Все летает, 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 и все портится, 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 портится. Понимаете? В общем, таких можно, дорогие мои. Их можно и купоросцам обрабатывать, корм покормить. Не бойтесь, с ними ничего не будет, они же беспородные же. Можно и настойки давать, им всякие разные. Можно минералок вы тоже покормить. В общем, купать можно зимой, тоже не бойтесь, не заболеют они. Ну, Ну, потому что птицы нехорошие. Но она же летит каждый день, понимаете? Она же плохая. Одно дело, вот те раз в три года летают, и то по 27 часов или по 94. Ну, дорогие мои, ну как можно всерьез относиться к тем людям? Ну, он сверху появляется с тумана. Видео, вон он. Ну, ну, Яшуль, где ты? Яшуль, Машуль, нет. Обиделся. Они настолько противные, вот эти голуби, настолько плохие, что их даже хищник, даже ни сапсан, ни тетер, не хочет их кушать. А про ворон вообще молчу. Ворона вообще, фу, и жога, мы лучше мусорки будем копаться, чем вас будем. а вот хороших, знаете, как ворона кушать? Орлы двухметровые, с большим размахом крыла, открывает крыло на все, говорит, иди, дорогой, я тебя обниму, но бедный голубь, что должен делать? Он идет, оними, Игорь, дяденька, орел. Он обнимает, потому что не знает, что это, это дяденька, орел, как волк будет в красной шапочке, покушать его. Он же не виноват. А, это пескунчик, Эрик Джан, это пескунчик, я думаю, кто такой, что же шпингалетик летит? Это вот чубатин пескунчик. Красавелла, ты уже летишь. Вот ему месяц, дорогой. Вот там, в месячном возрасте сидят и яйца несут, они не должны сидеть, они уже должны летать. Вот, тоже мелочевка там. А этот, куда ушел? Любит летать, видите, любит. Я вчера вот Вова с Кизляра разговаривал, вот он, вот он хочет летать, вот с ним будет легко заниматься. Сейчас посмотрим, одногнездка у него, это чубатики, это откуплено все. Сейчас посмотрим, одногнездка в голубяке летала. Вот одногнездка. Ну, чтобы выходить из какого размера, вот он, вот одногнездка вот этого, сейчас летит. Ну, по клюву там, по всем этим, ну, видно, сколько это писалка. писалка, наоборот. Ну, по нему и хрен выдержишь в руках. Ну, его хрен выдержишь, удержишь в руках. Посмотрим. Вот, видите, о, малый, малый, совсем малый, маленький, маленький. Посмотрим, этот полетит и не упадет. Видите, этот не умеет летать, а тот умеет летать. Видите, тот умеет летать. Че, соскочишь? Страшно? А те где? Те вон они. Опять пружинит, бракованные. Бракованные. А это кто такой? Скользал уже что ли? Да, ну что? Ну что, ну это уже. А, вон он сидит еще. Еще сидит. Так, а это кто такой? Не могу понять. Тут же из мелочи. Походу, тоже из пешалок. Да, я путал, дорогие мои, ляпута. Начинает падать. Вот он, касавец. Малышок ты наш. Сюда. Куда ты ушел? Вот он. Один сидит, второй, видите, вот он и на хвост падает. Шикарный бой будет у него. Шикарный. Смотрите, насколько падает. Шикарный. Геннадий, представляешь, и брединга нету. Блин, ну что же делать, Вот что же скажешь. Смотри, и мазь четкий. башки. Так, башки. Вот. Ну, разве это не чудо? Вот минералки помогает вот это. Не знаю, как там синтез проходит в организме, какой элемент, с кем там, кальций с магнием, или с калем смешивается, как-то там, становятся эти, батарейки, эмерджайзер, внутренне. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. начинает, такие результаты показывает. Блин. Ха-ха-ха. Ну, чудо просто. Чудо. Не голубятники, а горе-голубятники. Ну, ну, что же еще сказать. Так, ну, что, наверху у меня что-то. Не видно никого, кто мелкается. Сейчас посмотрим. Ну, эти сейчас скидываю. Сейчас яшка, наверное, появится. Они же знают, когда скидывать. Ну, она же не ибридинговая, понимаете? Это вот ибридинговая. Вот, поднимаешь, он и видит Сапсан, идет с ним поздороваться. Сапсан думает, блин, что за дурак? Камни начинают убегать от него. Он появляется, да, вон. Он один стоит, тянет. Он еще выше стоит. Красота же. Красота. Геннадий, зима, щенейк, мороз, знаешь, без ибридинга. Голуби летают. Ну, вот, теперь, думай, что у тебя впереди ждет, понимаешь? Что у тебя ждет с этой птицей, понимаешь, которого ты самостоятельно испортил по своей глупости, глупости, называть, понимаешь? Когда тебя еще и объясняет, какие последствия, что тут, ты еще считаешь себя умнее других. Мало того, что ни хрена не знаешь, да ты еще и ни хрена, дорогой мой, не понимаешь и даже не хочешь понимать. Ну, что ж, можно от тебя ждать. Вот какое у тебя будущее будет голубеводство. Если все голубятники думали, как ты, делали, как ты, то я тебя уверяю, давным-давно эта птица бы уже исчезла, вымерла, как мамонты, понимаете? Благодаря именно таким, как ты. Горе селекционеров. Горе, горе. Тех уже не вижу опять. Тех уже не вижу. Ну, думаю, достаточно, дорогие мои. Миру мир, голубям небо. Ну, естественно, здраве, здравомыслящим. Удачи всем.